Это специальная установка для плавления парафина. Как она работает, работает как водяная баня. То есть там внизу есть вода. Она нагревается, парафин плавится. Обычно это температура до 100 градусов. В этой маленькой комнате пять волонтёров собираются ежедневно. Тут и изготавливают консервы, термоаккумуляторы. Сначала плавят парафин, затем подготавливают банки. В каждую вставляют картон, чтобы пламя держалось дольше. Горячий парафин. Горячий парафин заливаем вот так по картонке. Это просто помогает дольше гореть. Он немного потом охождается, и мы его закатываем. Эта картонка заменяет обычный фитиль. Раньше тут собирались, чтобы делать декоративные свечи. Но переквалифицироваться было несложно. Это где-то похоже на то, что мы делаем сейчас. Поэтому нам было несложно изменить свой род деятельности. Мы только за и приобщаемся к таким инициативам. Там, где мы можем быть полезными, мы стараемся помогать. Идея консервы термоаккумулятора принадлежит Александру Липатникову и его 16-летнему сыну. Семья переехала во Львов из Николаева, когда там начались обстрелы. Термоаккумуляторы делали ещё с 2014 года. Но сейчас своё изобретение усовершенствовали. Сделали его многофункциональным. Боец может взять банку с парафином и расплавить парафин с помощью буржуйки или бросить на 10 минут в кипяток. Парафин плавится при температуре 60 градусов и во время плавления аккумулирует большое количество тепла. После этого боец может взять банку, положить себя за пазуху, и он будет получать тепло в течение 4 часов. Или можно открыть банку и зажечь импровизированный фитиль и получать тепло в течение часа. Или использовать её, чтобы что-то подогреть. Или в качестве источника света. Чтобы создавать такие консервы, 3 тонны парафина волонтёрам предоставил бесплатно один из заводов в Богославе. Банки получили на складе в Запорожье. А деньги на специальный закаточный аппарат собрали студенты Украинского католического университета. Оборудование купили в Польше. Это специальное закаточное устройство, которое мы приобрели в Польше. Оно работает очень легко. С помощью него мы можем делать около 200 банок. Сейчас я его включу, прижимаю крышку. Всё, банка полностью законсервирована. На сегодняшний день уже несколько тысяч консервов термоаккумуляторов отправили на передовую украинским военнослужащим. Юлия Биль, Вадим Дмитриев из Львова. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA.